просто доклад, потому что я на самом деле сам слабослышу, у меня глухие родители, и проблема чтения, вообще понимание текстовой информации для глухих, она сейчас особо остро стоит для сообщества, поэтому вам слово, очень рад вас послушать. Да, спасибо. Так, запускаю. А демонстрацию я не могу, да, запустить? Экрана. Теперь можете. Все. Так, сейчас. Так, все хорошо видно, слышно? Да? Хорошо. Так, значит, сегодня я расскажу про движение глаз при чтении у глухих и слабослышащих носителей русского жестового языка. Мне хотелось бы начать с особенностей, которые уже другие исследователи открыли, которые важно учитывать при дальнейших исследованиях. Так, например, я хотела бы упомянуть о расширенном периферийном зрении у глухих, что я имею в виду под периферийным зрением. Это хорошо иллюстрирует данная картинка, то есть мы видим глаз, и оранжевая зона, это фавиальная зона, то есть зона, в которую испытуемый непосредственно смотрит, и в которой происходит непосредственно обработка информации. Голубым цветом мы видим парфавиальную зону и белым цветом периферийную зону. Вот. И предыдущие исследователи обнаружили, что у глухих расширено периферийное зрение, что может быть вызвано как, возможно, либо активным использованием жестового языка, либо именно слуховой депривацией и большим полаганием на визуальные стимулы. Итак, глухие получают большую часть информации визуально и имеют расширенное периферийное зрение. Это проявляется вот несколько исследователей на разных исследованиях это подтвердили. Так, например, глухие быстрее замечают появление светящихся точек на периферии, имеют более низкий порог обнаружения движения на периферии, и также в исследованиях чтения глухие эффективнее извлекают информацию на периферии при чтении. Так, например, глухие справа от текущей фиксации предобрабатывают 18 символов справа от нее, в то время как слушающие, люди без нарушения слуха предобрабатывают только 14 символов. Так, следующий важный момент, который стоит упомянуть об особенностях чтения у глухих, это активация фонологии, а именно неактивация. то есть глухие не активируют фонологические коды устного языка, то есть не соотносят при чтении буквы со звуками. В то же время, недавно вот в исследовании этого года исследователи обнаружили, что глухие активируют фонологические коды жестового языка при чтении. Это может им в зависимости от этих ходов, они могут как помогать в чтении, так и замедлять его. Важно также упомянуть, что на усвоение устного языка у глухих очень влияет то, в какой семье они родились. Например, если глухой ребенок рождается в слышащей семье, то у него нет доступа к устному языку с рождением. Если глухой ребенок рождается в глухой семье, то у него есть доступ как минимум к жестовому языку, и усвоение языка хотя бы одного начинается с раннего детства. Слышащие в семьях дети поздно начинают усваивать как жестовый язык, так и часто поздно начинают усваивать устный язык, что приводит к такой задержке в языковом усвоении. Если ребенок родился в глухой семье, он имеет ранний доступ к жестовому языку и возможно начинает рано заниматься усвоением устного языка. То есть как на слайде написано в скобках раньше шести лет начинает заниматься усвоением устного языка, и тогда у ребенка имеет шанс стать билингвом, то есть освоить два языка и устный и жестовый на высоком уровне. Если же глухой ребенок рожден в глухой семье начинает усваивать устный язык позже шести лет, то для него жестовый язык становится первым языком, а устный язык становится вторым. Однако самая частая ситуация глухой ребенок рожденный в слышащей семье имеет позднее усвоение языка в целом, что и приводит к менее развитым навыкам чтения. Тем не менее это мы говорим не о всех глухих, а именно о тех, которые родились в слышащей семье и поздно начали усваивать оба языка. В нашем исследовании мы говорим о глухих и слабослышащих носителях русского жестового языка. Как мы их различаем? Глухие не имеют доступ к звукам речи и обычно начинают усваивать устный язык поздно. Слабослышащие имеют ограниченный доступ к звукам речи и начинают усваивать устный язык с рождения, поскольку имеют частичный доступ к устному языку. Наши испытуемые. В нашем исследовании мы собрали 13 глухих и 13 слабослышащих испытуемых. Испытуемые взрослые. Мы видим, что обе группы активно используют русский жестовый язык по субъективной их оценке. Также мы видим, что глухие участники усваивали русский жестовый язык как после шести лет, то есть позднее усвоение, так и шесть человек усваивали устный язык с рождения. Слабослышащие участники в основном усваивали жестовый язык позже, поскольку, вероятно, с рождения был доступ к устному языку и учить жестовый язык понадобилось позже. Также мы видим в этой таблице оценку словарного запаса в русском языке для обеих групп. Мы можем заметить, что для слабослышащих словарный запас выше, чем у глухих. Количество лет среднего образования говорит нам о том, что обе группы получили высшее образование, и мы предполагаем, что обе группы могут читать на сопоставимом уровне. Основной критерий, по которому мы различали две группы это использование речи. Как глухие либо редко используют речь, либо никогда, слабослышащие используют речь часто. Эксперимент на чтение. В чем заключался наш эксперимент? Мы записывали движение глаз при чтении, использовали для этого iTracker iLink 1000+. Испытуемые читали 144 предложения из русского корпуса предложений. После 58% предложений появлялись вопросы на понимание предложений и испытуемые должны были выбрать вариант ответа мышкой. Средняя длина предложений составляла 9 слов. Предложения были разных синтетических и грамматических структур. Пример предложения и вопросы с вариантами ответа вы можете видеть на экране. Что мы получили в результате? Что мы вообще сравнили? Мы сравнили базовые параметры движения глаз, такие как длительность первой фиксации. Мы обнаружили, что обе группы имеют сопоставимые длительности первых фиксаций. Внизу экрана под графиком вы можете видеть средние значения. Также мы сравнили длительности единственных фиксаций. Это график справа, что также показалось сопоставимые результаты. В чем отличается длительность первой и длительность единственной фиксации? Единственная фиксация это когда на слове наблюдалась одна фиксация, а первая фиксация это когда на слове наблюдалось несколько фиксаций и мы говорим про первую из них. Также мы нашли сопоставимое время прочтения первого слова и вероятность пропуска слова. Пропуск слова имеется ввиду, что на слове не наблюдалась фиксация, то есть человек читая предобработал слово на периферии и пропустил его, не фиксируясь непосредственно на нем. Также мы нашли, что обе группы с одинаковой вероятностью фиксируют слово с помощью одной фиксации, с помощью двух и более фиксаций. Также мы нашли, что у обеих групп сопоставимое количество фиксаций на слове и время прочтения предложений. Итак, мы нашли, что базовые параметры движения глаз обе группы демонстрируют одинаковые. И можно сказать, что обе группы обладают сопоставимыми навыками чтения. Однако мы нашли несколько различий. Например, глухие давали меньше правильных ответов на вопросы 70% правильных ответов против 80%. И также мы нашли, что короткие семантически простые слова, такие как союзы, предлоги и частицы, облегчают чтение глухим больше, чем слабослышащим. Мы можем увидеть это на графике, то есть слева график для глухих, и мы видим такое резкое снижение в скорости чтения предлогов частиц и союзов, они обозначены как ПРЭ, а для слабослышащей группы на графике справа мы не видим такого резкого уменьшения скорости прочтения. Мы предполагаем, что это говорит о том, что более длинные семантически сложные слова глухим значительнее слабослышащих затрудняют чтение. Касательно периферийного зрения, мы нашли, что обе группы используют периферийное зрение при чтении, но используют его по-разному. Так, глухая группа эффективнее слабослышащих прочитывают длинные слова с помощью одной фиксации, то есть одна фиксация глухого участника эффективнее, чем одна фиксация слабослышащего участника. В то же время мы нашли для слабослышащих такой эффект, что частотность следующего слова, следующего затем, который сейчас фиксируется, помогает слабослышащим ускоряться в чтении текущего слова. То есть если следующее слово высокочастотное, то текущее предобрабатывается быстрее, у глухих мы такого эффекта не нашли, мы предполагаем, что-то связано как раз со словарным запасом. Поскольку у словослышащих в среднем он выше, то частотность слов больше помогает им ускоряться в чтении. Кратко расскажу про эксперимент на зрительный поиск. В этом эксперименте испытуемым надо было запомнить изображение, которое располагалось в центре экрана, а затем найти среди других изображений на экране. То есть изображение, которое нужно было запомнить, исчезало, и далее надо было его запомнить и найти среди других. И в этом эксперименте было три условия. Полноэкранный поиск, окно восприятия 5 градусов и окно восприятия 9 градусов. В условиях с окнами восприятия испытуемым надо было управлять этим окном, перемещая взгляд по экрану, и тогда можно было разглядеть остальные стимулы. И в этом эксперименте мы сравнили как глухих слабослышащих, так и контрольно слышащую группу. И мы нашли, что все три группы обладают сопоставимыми навыками поиска статичных объектов во всех трех окнах восприятия. И общий вывод о периферийном зрении глухих и слабослышащих, которые мы делаем, что у трех групп сопоставимые навыки поиска в статичных объектах и в чтении периферийное зрение обеим группам помогает, но помогает по-разному, но тем не менее обе группы используют периферийное зрение. Наши основные выводы это, что наличие ограниченного доступа к звукам речи не является определяющим фактором, влияющим на навыки чтения у носителей русского жестового языка, и что обе группы обладают сопоставимыми навыками поиска статичных объектов. Тут следует сказать, что полученные нами результаты не противоречат результатам предыдущих исследователей, поскольку предыдущие исследователи говорили о том, что глухие лучше слышащих людей без нарушения слуха различают появление движущихся объектов на периферии, поскольку наш эксперимент был со статичными объектами, то в нем мы не нашли такого эффекта. Список литературы и спасибо за внимание, буду рада ответить на ваши вопросы. Анастасия, спасибо большое, вы практически вложились в 12 минут. Скажите, пожалуйста, мы не можем утверждать, что разница по времени дает гарантию того, что глухие лучше или хуже понимают письменный текст, который они прочитали. Какую разницу во времени вы имеете в виду? Говорим, что глухие быстрее или слабослыша быстрее воспринимают текст и задерживают взгляд на слово. Но это совсем не значит, что глухие понимают смысл слова. В нашем исследовании мы нашли, что глухие немного хуже отвечали на вопросы, на понимание предложений. У нас эксперимент состоял именно из чтения предложений, то есть именно насколько лучше или хуже они улавливают смысл всего текста, сказать сложно. но тем не менее тут важную роль мне кажется играет именно словарный запас, который глухому человеку сложнее восполнить. И это нужно проводить отдельный эксперимент именно с чтением текстов. Пожалуйста, вы не планируете продолжить исследование, просто на самом деле было бы интересно еще, то есть мы сейчас говорим о владении устной речью у глухих слабослышащих, но при этом очень часто бывает такое, что глухой не владеющий устной речью, он прекрасно владеет текстовым, текстовой информацией, он ее может прочесть, он может ее воспроизвести в тексте. Вы не планировали попробовать такое исследование? Воспроизвести в тексте вы имеете ввиду именно письменное написать? Вы грамотный в текстовом, текстовой информации, он как раз устной речи нет, потому что он не произносит звуки, например, в силу нескольких причин, но тем не менее, грамотный текстовая информация. Да, это интересно было бы исследовать. Мне кажется, это опять же связано с тем, насколько рано глухой ребенок усваивает этот устный язык, вот то, о чем как раз я говорила, что это основной фактор, влияющий на дальнейшие способности в принципе владения устным языком, в том числе, я думаю, письменной речи, то есть, если ребенок усвоил как первый язык жестовый, потом начал рано усваивать устный язык, он владеет обойными языками на высоком уровне, является билинговым, и я думаю, что может отлично владеть устным языком в том числе. Но как другие исследователи отмечают, что таких людей не так много, больше людей, которые начинают усваивать язык устный поздно, и, соответственно, хуже его усваивают в целом, что сказывается как на чтении, так и на письме. Да, спасибо большое. Будут ли у коллег вопросы? Анастасия, там в чате вопрос от Даниила Лебедева, я давайте его озвучу. Подскажите, какое устройство использовалось для измерения направления взгляда и фиксации, для оценки сложности можно было использовать динамику изменения размера зрачков, был ли доступ к таким данным? Мы использовали EyeTracker, то есть припор, фиксирующий движение глаз. Как раз мы отслеживали движение одного зрачка, правого глаза, и в целом мы можем также измерять размер зрачка, то есть оборудование позволяет. Но в нашем исследовании мы были сфокусированы именно на базовых параметрах чтения, которые обычно проверяются, то есть вот эти длинные фиксации, пропуски слов, перечитывание и так далее. Но в целом такая возможность есть использовать изменение размера зрачка, измерять. Спасибо, добрый день, спасибо, Никита, что почитали вопросы. Я могу дополнить, спросить еще. Да, я просто если такие данные есть, они очень сложные для того, чтобы с ними работать, но они тоже могут показывать, ну, как раз таки, да, я понимаю, что вы фокусировались на другом, но условно говоря, сейчас методологии там исследований тоже используются для того, чтобы понимать, какая методология хорошая, какая нет, условно говоря, какая сложнее для восприятия, какая легче. И ну, я не знаю, если у вас есть возможности, вот сейчас Инна Феликсовна девятка, у нее есть пара статей про это, про развитие как раз таки мультимодальной такой подхода к измерению когнессивной нагрузки, и как раз таки один из основных нейрофизиологических показателей размера зрачка, он, ну, считается одним из таких наиболее валидных с точки зрения, ну, с условием того, что мы не можем там использовать какие-то большие устройства для измерения частоты сердцебиения, кожно-гальваническая реакция и прочее, и прочее. По простоте использования в плане замера и по качеству данных как раз таки вот такие данные по размеру зрачков, они очень полезны, хотя с ними по опыту очень сложно работать, но они могут давать что-то интересное, и там в каких-то экспериментах надо что-то было, получалось с ними сделать, просто если вдруг есть такие данные, их тоже можно пытаться использовать, они могут как-то дополнить ваши выводы и результаты. Спасибо. Спасибо. Если позволите, последний короткий вопрос, Анастасия, скажите, а так у вас специально задумано было, что у вас все участники с высшим образованием? Были какие-то гипотезы о различиях, да, потому что мы понимаем, что для глухих с высокой потерей слуха получение высшего образования скорее является такой траекторией нестандартной? Мы собирали взрослых участников и нашей первичной точкой поиска был Бауманский университет, в котором есть факультет, где учатся люди с нарушениями слуха, поэтому, возможно, это как-то повлияло на нашу выборку, вот. Да, вот так. Но, тем не менее, у нас есть один или два участника глухих, у которых нет высшего образования, то есть в таблице было указано среднее количество лет. Количество лет образования, указанное в таблице, у нас начинается школы. Окей. Окей, спасибо большое. Влад. Я здесь, спасибо большое. Я в таком случае передаю слово Юлии Шамсуддиновой, которая расскажет о том, как глухие и слабослышащие пользователи онлайн-сообщества Всем спасибо за комментарии, вопросы. Спасибо большое. Меня слышно хорошо, да?